Всем с новухайшки, ребят, с вами я, Карбончик, и сегодня мы поиграем в очередную модификацию на Stalker, именно Stalker Тень Чернобыля, под названием Кубити Женсовых Экранов Фотограф. Я эту игру на просторах Роттерета видел, наверное, с самого начала её выхода, но как-то не удалось мне её поиграть, не удалось мне её заснять, так как, ну и лень было, и как-то времени не было, и мы снимали в то время Раз, Дейс и всё остальное, и поэтому как-то не удалось мне, и я решил её оставить на потом. И вот как раз настало то самое потом, когда самое время глянуть на эту игрушечку, оценить её, и возможно, если она мне понравится, то и возможно пройти её, но пока ничего, как всегда, не обещаю, пока что только первый взгляд, моё мнение, то есть обзор, ну давайте, как хотите. Так вот, я уже запустил игру, и так, немножко посмотрел, хотя бы работает, может нам прилетает, вы знаете, что модификацию Stalker, ну кто связывался с этим, то, наверное, уже сталкер столько фигнёй, что даже и пяти минут не удаётся поиграть, как игра начинает вылетать с разных углов. Вот, и там очень длинная предыстория, которую я вам рассказываю, которую я не хочу, чтобы вы тратили время на длинную, нудную предысторию, поэтому расскажу сейчас вам её вкратце, пока у нас будет грузиться. Так, ну вот, начало игры, во время загрузки, не удалось вам ничего рассказать, загрузка тут не самая приятная для рассказов, поэтому скажу сейчас то, что люди расковыряли земличку, как могли, и на земле закончились, в общем-то, все ресурсы, тут недалёкое будущее, типа, можно-то, наверное, здесь на записке будут год 2006, да. Ну, короче, типа, там, будущее, ну, в общем, вымышленное такое будущее, и, типа, ну, я думаю, что на самом деле нам недалеко до такого осталось, и вот, закончилось на земле все ресурсы, и теперь люди вынуждены искать со всех углов хоть какой-то там ресурс, в основном это электричество, и как раз-таки в зоне есть такой какой-то там мистический источник, там, нескончаемые, в общем, люди с всех углов, и бандиты, и всякие корпорации, и всякие страны, и всякие государства, и все-все-все-все-все-все олигархи и тому подобное, люди направили своих людей на то, чтобы кто-то там добрался до этого места, и стать богами мира, оснащать весь мир, как раз-таки, этим ресурсом. Как под этим ресурсом, как раз-таки, вот, под этим, вот, мистическим, привет, вот, тут у нас, короче, не рущено, вот, сейчас у нас там пробазарит память по-своему, вот, и, короче, мы направлены как раз за какой-то потерявшийся... Слушай, я, кажется, памперсы на большой земле забыл. Ну, да ты чё, это же няшка красивый, симпатяшка-няшка. Вот, и мы должны найти какую-то потерявшуюся группу, отправленную сюда, ну, и ещё изучить, как раз-таки, этот источник. Под источником, как раз я понимаю, это исполнитель желаний, я думаю, что именно его взяли за основу этого офигенного и мощного источника. Ну, в общем, всё, вкратце, то, что я хотел вам рассказать, теперь поехали по сюжету. Так, здравия желаю, генерал Смит, генерал Смит нам рассказывает, как раз-таки, об этом крушении, потом мы должны взять свои шмоточки отсюда, взять всё, и, что у нас интересно здесь есть, ну, во-первых, интересный пиастик. Это кольт-фотографа, уникальный кольт ручной работы, рукоятка отделана слоновой костью с позолотой. Детали корпуса также конструированы золотом, имеет повышенную износоустойчивость и убойность. И ещё какой-то там был, типа, блатной ножичек, но он уже сцапал его, вот, как раз здесь мои спасибо за вещи, генерал свой, за мой именно кольт и кинжал. И это всё ждало спасти, потом он нам рассказывает, что там были ещё какие-то предметы, взять их не удалось. И поэтому он сейчас нас направляет к чуваку под названием, вот, всё, понял, генерал, где искать Бриттл? Бриттл нам говорит, он нам говорит, что это нужно идти к механику Марио, который у нас, короче, я помню, где он. У них сейчас самое забавное, мы натыкаемся на листочек, вот, мы нажимаем на него, и тут, как раз, небольшая информация. Вы сейчас находитесь в игровом мире модификации для Сталкер Ченчернобыля Фотограф. Данная модификация распространяет в сети интернет абсолютно бесплатно, сайты разработчиков, на которые... Та-та-там, так, вот у них сайт, потом... Если вы купили и каким-либо... А, ну это понятно, это, короче, лицензионное соглашение. После прочтения съесть. Мощно. Снятина. Да я не сомневаюсь. Не забыл посолить, надеюсь. Вот, и... Где у нас пристройка-то? Вот, как раз, та самая пристройка. И дальше я уже не играл, дальше у меня уже ничего не известно, дальше я буду тупить и нубить. Камушек, как камушек. И вот тут-то, значит, и сработало. Так, ух ты, у него прям масочка из ГОСТа, гляньте. Ну, это, короче, у нас иностранцы, в основном у них, у всех... Так, чё, мы идём с тобой, да? Доброго дня, Бритый, покажи, что там. Короче, он нас должен отвезти к этим упавшим вертолётам. Что-то прям похожее на из Зов Припяти, не правда ли? Так, стоп, 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 я делал пистик. Бежим, куда-то собр... Эй, погоди, чувак. В описании, ну, как на сайте, как раз, был написан, который я скачивал. Ну, я качаю обычно с одного и того же угла, с торрента. Вот. Там было написано, что, ну, во-первых, нажимая на таб, мы не видели никаких заданий. Все задания здесь, это текстовые. То есть, чтобы понимать все основные задания, чтобы не застрять посредине игры, не попасть в фриблей, а, в общем-то, проходить игру. И чтобы всё у вас было на мази, нужно всегда читать, смски читать, всё, что вы беседуете с людьми. Музычка есть, правда, нагнетающая, я согласна. Вот. Потом беседу с людьми, всё-всё-всё, это нужно запоминать, то есть, слушать. То есть, здесь именно вот чатная такая, то есть, не будет никаких отметок на карте. Кстати, я вот не пойму, куда делся мой худ. АМК-опции, где у нас как раз есть вот эти вот опции, но когда ты ставишь вот... То есть, худ у меня не появляется, не поймешь ДХП, не поймешь ничего, куда всё это делось. Какой-то минимализм конкретный, при том, что у меня с собой лежит одна аптечка. И я думаю, что эта вылазка может остаться на последний. Кстати, давайте сохранимся. Сохраняется на F6. Нет, на F7. Ты хули загружаешься, ты должен был сохраниться, дебил. Ой, чёрт. Сейчас я представляю, где я загружусь. Ой, твою мать, ты хотя... А, нет, всё, всё хорошо, всё хорошо. Всё прекрасно, движемся, браток, движемся. Ну, как всегда, у нас летают воронки вокруг. В моде, конечно же, хорошо проработан экран 16 на 9. То есть, широкоформатный экран. Худ к нему подогнан, прицел, в общем, всё, более-менее с этим разобрались. Улучшили графику, конечно, но это стандартно. В общем-то, добавили немножко лучше текстурки. Но, по сути, графон состоит... Кошаки. Воу, здесь кошаки. Прикольно. What the fuck, их весьма много? Мяу! Мяу! Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Чувак, всех положил, да? Вот, именной культ мой оказался бесполезен практически. Кстати, эти кошки, которые были добавлены, как раз таки, это ещё, по-моему, давно модификация кошек была сделана. Сейчас все выходящие модификации, в основном, это куски, взятые из предыдущих модификаций, из солянок, из АМК-мотов и всего остального. То есть, практически ничего нового не делается, кроме, как раз, самого сюжета, который, как вы понимаете, чатный. То есть, нет никаких отметок на карте. Всё через чат, всё читай, всё беги. То есть, чтобы играть в эти модификации сталкеров, вы должны просто идеально знать игру, идеально знать все эти карты и не отставать от неписей, которые, вот, в общем-то, квестовые. Если вы от них на метр отстанете, на карте они не отметятся, вы их не найдёте. А может, получится так, что вы их найдёте, они уже не бегут по квесту, они уже занимаются своими делами или вообще затохли, или ещё что-нибудь. В этом есть проблема модов. На сталкер это неотъемлемая часть их. И в итоге вы попадаете во фриплей и делаете что хотите, развлекаетесь как хотите. Ну, можно собирать дополнительные квесты. Но мне интересна история фотографа. Воу, собачки. Давай. Больше похоже на ржавый, чем на золотой, но да ладно. Собачки отстали, кажется. Чувак, ты где? Эй, чувак, ты где? Кладёс. Не уходи от неё далеко. Ой, мне пиздос. Чувак! А, вот ты, ну, слава богу. Так вот, по поводу этих кошаков. Это обычные те же самые собачки. У них просто переделаны модельки, то есть текстурка. В общем-то, налепили морду кошки, проще говоря. И это жутко палится. Видно, что поводки собаки, бега собаки. Про то, что они сбиваются в стаю кошки. Но они, да, у них и у львов есть спрайды, и всё такое. И кошки тоже объединяются, в общем, в своей кучке. Но они не такие стадные животные, как собаки. Потому, в общем, они жутко палят, что эта кошка была сделана из той же самой собачки. И бег тот же самый. И, в общем, ну, сами знаете, кошки, собаки, абсолютно разные животные. Семей из кошачьих, семей из собачьих. И, короче, вы поняли. Кошки не кошки здесь. Спускаемся куда-то вниз. Я не помню эту локацию, если честно. Возможно, они неплохо переделали её. Но вообще, на самом деле, это новая локация. Блин, она сейчас не получится. Она сейчас далеко от него бежит. Ну, в общем, локация. Это вот у нас план журнал «Контакты». Вот план. Мы находимся в миротворческий корпус. Вот здесь мы находимся. И персонаж нашего не отмечен. Эй, ты куда побежал? Твою мать, ты тут гонишься. Почему? Ну, с такими я обычно распроюсь. Вот так вот. И ещё раз. Годи, кабанчик. Сам фотограф у нас, как вы заметили, добавляет свои собственные комментарии. Так, ну, быстренько, вроде, с ними расправились. Вот я не пойму, что только хп это, блин. Давайте посмотрим. Да нет, ну, вот так посмотреть. Да, ну, хп у нас нормально. Быстренько расправились. Так, теперь ты стал нас братком, потому что мы тебе помогли. Может, попиздим? Не хочешь, как хочешь. Так, давайте посмотрим корабль. Ух ты, тут мёртвые. Возьмём с собой. Так, это, по-моему, сдох сталкер даже, а не вояк. Или кто это? Давайте почитаем. Это у нас ранг новичок. Группа мародёр. Ну, короче, да, он тут сдох. О, какой-то кейс лежит. Так, ну, дайте посмотреть, что это за кейс. Ну, пригодится, в принципе, не полезные штуки. Так, ну, самолёты взяты, конечно же, из-за в Брипте, и это сразу видно. Значит, здесь у нас должно быть тут, типа, чёрный ящик, как раз, в котором брали информацию. Где он? Нет, самолёт просто текстурка, он просто стоит. Так, что мы должны здесь найти? Во-первых, парень отсюда никуда вроде не уходит, да? И давайте вспомним, что мы должны здесь найти. Может, это можно посмотреть через данные? По-моему, нет. Вот, по-моему, кан... А, вот, журнал. История. Итак, вот. Так, 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 так. Это... А, это как раз начало, надо вот в конце. Обследовать место падения вертолёта. Обследовать место падения вертолёта. И всё. План, задачи. Поговорить с Бритом. Хорошо, поговорим. Оружие убрали. Так, кое-что из своих вещей нашёл во внутреннем кармане трупа. Это далеко не всё. Самое главное, нет. Фотокамеры. Так, значит, всё-таки это были мародёры. Так, ладно, фотограф. Значит, всё ещё... Всё... Не всё ещё потеряно. Скорее всего, фотоаппарат остался у дружков. Мертвеца, возможно, дастся вернуть твой фотик. Каким же образом я сейчас иду в деревню, где лагерь сталкеров-одиночек. Как ты понимаешь, к мародёрам у них отношения... Ну, понятно. Так. В общем-то, сейчас мы, да, скорее всего, пойдём к этим... Попросим у них помощи. Они нам похолопанут. В общем, побежали, да. Ну, достаточно всё интересно пока что развивается. Не сказать, что скучно. В конце концов, это мод, и он не может быть полноценной игрой, не может быть полноценно интересен, как Тень Чернобыля, тот же Зооприптия или Чистое Небо. Всё-таки над этим работали не группа профессионалов, которым за это отвалили бешеную кучу денег. Я думаю, что, конечно, люди за это получили небольшую сумму. Ну, и, конечно же, там работали не вот прям шкалота, но, однако, это всё-таки не Ubisoft, не Литониккарс, и не всё остальное. Как же они медленно бегают. Конечно, если бы они ходили пешком, было бы ещё хуже. Есть такие кадры, за которыми приходят... Вот эти подлоги, откуда они берутся. Всё вроде пишут под 60 фпс, а потом так вот оп, и проседание. И проседание, а потом дальше 60 фпс. Откуда они, сука, берутся, не знаю. Это даже не от записи зависит. То есть сейчас бы, если я даже не записывал бы, всё равно такие подлоги были бы. Они уже вот чисто идут из-за игры, даже не из-за графики или ещё из-за чего-то. И уж, извините, тут даже нет моей вины в этих подлогах. Я знаю, как вы относитесь к этим подлогам. Фу, твой ком, говно. Потому что я с гомтом мой ещё утерпеливый, хороший. То есть, ну, ничего. Лично меня это ком полностью устраивает. Искупаться бы сейчас там. Ну, там по-дебу, чеш-то, а там водички даже нет. И трава внутри, блин, мотается. Сквозь это пролезло. Вон. Ну, это же стандартно. Ну, шуточки, анекдотики есть все старые. Что и были всегда. Так, стоп, это же лагерь новичков, по-моему. О, Семён, здорово. Где пропадал? Давно тебя видно не было. На самом деле, музыку здесь, с музыкой здесь переборщились. Если честно, звук прибавили просто вот ужасно. Это Сидорович, что ли? Ну, здорово. Заминадит он, блядь, бесишь меня, сука. Как я его ненавижу, это же просто жуть. Этого пидора, барыгу, еб... Ой, ладно. Привет! Ты будешь полотпиздить со мной или нет? У тебя там калаши, да? Ты будешь со мной болтать или нет? Слышь, сука. Вот. Приветствуй, торговец. Закладывай, что такое будешь, зачем пришёл странник. Ох, нихрена себе я им выложил. Зовут... И он сразу ответил. Быстро ты пиздишь. Зовут меня фотограф в зоне совсем недавно. Я попал в аварию. Ветрад, на котором я летел на базу миротворцев, разбился. Выжил только я один. Только что был на месте крушения. Искал кое-что из своих вещей. Мне бритый помог до места добраться. Я нашёл там свою сумку. И далеко от труп мародёру, который был кое-что из моих вещей. На самого главного, цифрового фотокамера, так и не было. Бритый говорит, что вещи мог... Так, так, так. Ну ладно, кручит. Это уже он говорил. Что на бритый так. А вот. А, значит, корреспондент. Слышал, слышал о твоих бедах. Но мародёры в последнее время сильно распояслись. А где им найти бригадира? Да, он тут рядом по делу. Ходил недалеко. Должен уже по идее вернуться. Я ему сейчас сообщу про себя. Найдёшь его в доме на окраине деревни. Иди. Ясно, понятно. Пойду найду бригадира. Чем ты можешь поторговать, педрила? Оу-оу-оу. Поторговать ты можешь многим, однако бабосик у меня ограниченный, как всегда. Можно купить, походу, боль... Можно купить большой рюкзак, который будет вмещать... Небольшой, походу, рюкзак. Сделан из... Брони ткани. И... На-на-на-на-на-на. А, это тайники из него делать. Ясно. Ну, шматё, как-то всё одинаково выглядит. Куртка, 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 куртка. Кожаная куртка. Кожаная куртка. Бухло. Бухло. Водичка. Бухлища. Ладно, нахрен твой товар говно какое-то, если честно. Какой-то фановая. Фановая хрень, которая, по сути, не даёт никакого толка. Вот музыка, правда, вот, откуда она ещё берётся? Она берётся именно сверху, заметьте. Когда спускаешься к нему, уже не слышно её. Вот, пожалуйста, сразу исчезает. То есть, вот это вот здесь вот. Я вас уверяю. А сейчас, если я... Аблазию, все углы, я так и не найду, откуда источник звука. Так. Нет, я... Пропизделся, нашёл источник звука. Да, вы, слушайте, такой говно, чуваки. Ну-ка, вруби скриллокса. Ну, или так, к примеру. Так, на крайний... Так, а первое, что у нас тут интересное есть. Воу, какой-то блатной чувак. Дрон. Одиночка. Доброго дня, что, может... Доброго дня. Хочешь подзаработать, уважаемый? Не откажусь. Ну, слушай сюда, видишь, мой плащ совсем произносился. Мне бы новый исправить, чёрный, кожаный. Я даже знаю, где его можно раздобыть. И где же? Тут далеко, южная наша деревня, ещё одна деревня побольше. Там гопота местная обитает. Вот там, в этой деревне можно подобыть плащ. Как... Какой мне нужен? Ты аккуратно поищи в домах. Там разных... Да, годится. Постараюсь добыть себе кожаный плащ. Ну и нахрена я подрядился этот плащ искать? Да, чё? Ты теперь не откажешься? Я с тобой полностью согласен, нахрена согласился искать ёбаный плащ. Так. Нам нужно на крайне города найти какого-то... Герман Зелёный. Торговля... Ну, понятно, у нас всё стандартненько, как всегда. На крайний, так, на крайний дом, крайний дом. Может быть, он тот крайний. Ну, я думаю, что он вряд ли будет прямо внутри дома. А зачем так делать-то, блин, это... Это... Это лишнее, мне кажется. Что за звуки-то, ё-моё? Кроватка. Так, ну... Тут его нет. Ладно, давайте искать в каждом домике, проверим. Так, может здесь? О, привет, ты кто? Ой, ты страшный какой-то... Бригадир. На хера ты заныкался сюда? Вот, не понимаю. Привет. Приветствую, уважаемый. А, корреспондент, здорово, Сидорович. Я вообще у тебя рассказываю, что... Что не поделилось с мародёрами. Вернуть не нужно, но мне одну очень дорогую, необходимую для меня. Рабукочит она. Слушай, я... Про упавшую вертушку тебя слышал. Помогу. Тебе Сидорович наверняка сказал, что мы... Ребята выследили временную стоянку небольшой банды. Мародёров недалеко от тут. Надо бы на них была устроить. Да, вот только смельчаков нам... Ну, прям, подогла на мародёр. Мародёры хитрые твариницы с собой. Редко ворованный хабар таскает. Награбленные в нычке прячут. Типа, если ничего, там, она поймает. Они не при делах. Согласен. Кто покажет дорогу? Рядом с этим домом, где мы с тобой сейчас находимся, как раз те самые ребята, что выследили мародёров. Сидят и языками чешут. Четверо их. Не ахти, какие бойцы, но всё же. Чё, неприятно? Давай автомат, я пойду, посмотрю, воевать. Автомат-то не дашь? Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтёте нужным, атакуйте. Приём. Ну, он сейчас сказал то же самое, что говорил волк или как там его. Ну, это же не круто. Мы же не могли добавить свои слова. И нахрена меня стрелять-то, блин? Тебя по-сому сейчас пострелять. Он чё, но калаши достает, так вот он как... Ну, ладно. Чуваки, где эти четыречки, я с имя, которые чешут. Эйд, что ли? И поверили мне-то, а те бродяги, что с ними приключились. Ну, поехали, парни. Обменяться не хочешь? Чего бы не обменяться? Давай обменяться, смотри, что я могу предложить, выбирай. Киль к автомате, комбинезон, диггер и ветеран. Я... Думаю, никакой обмен у нас с тобой не будет, я не могу смотреть, у тебя ничего путного, нет, попроваливай. Её в розетку воткнул. До встречи. Тут надо бы обмениваться можно, это вот крут, кстати. Так, может, и с четверо? Да, и с четверо. Сначала диггеры спокойно продвигались вглубь тоннели. Кто из вас тут попиздеть? Ничего не встречалось, А потом нашли два скелета. Вот. Обглуданных до того, что кости в стиле. Словно отполированные. И ни одежды, ни ищи. Не тот. Ну и где же те, которые лясами точат? Неподалёк от этого дома. Тут многие, ну, вообще-то, на самом деле, две компашки. Думали, всё, крышка их. Ну, а кореша своего уже заочно похоже. Да твою мать-то. Тут больше некого искать-то. А, вот эти, наверное, ребята. Раз, два. У них опять же не четверо. Но они неподалёку находились. Спрятались, блин. Ну и как? Ну где вы? Ну, чё ё-мать же, а? Давайте посмотрим. Конечно, вот это вот с мадами, это вот всегда такая фигня. Запись фотографа, данные, ранги, контакты, журнал, план, так, вот кон... Нет, журнал, история. Привет, привет. Почему бы меня менять? Давай, так, думаю... Так, это вот... Так, где он говорил в последний раз? Где мы с тобой сейчас находимся? Как раз там самые ребята, что вы следите мародёров с этой языкой МЧШ-сетверо, их нехти бойцы. Ну, блин, в том же месте я и искал. Так, запись фотографа, план, задача. Разобрать... Раздобыть для дронов... Кожаный плащ. Нет, это потом. Принести подоглаваря. А, разобраться с мародёрами. Ну вот, в общем, это всё здесь, да? Ну и куда? Вот я. А, это одиночки. А, бригадир. Дрон. Одиночка. Да. Сложно тут всё, сложно. Может, с этой стороны кто сидит? Или сзади дома кто-нибудь сидит? Наебал ты мне, чувак. Походу. Ну, вроде никто не срёт. Тут, по-моему, никто в туалеты не ходит. Как кровосос встречает сразу и... Уже не надо. О, вот это, наверное, ждёт. Да. Нет. Ай. Ну вот же они. Я, короче, перезагрузил. Сохранение. И вот они сидят. Вот, наверное, как раз и главный. Ну, поехали, парни. Ну, пожалуйста. Они просто взяли и ушли без меня. Как я и говорил. Это, получается, должен был выбежать сразу. Сразу их заметить. И сразу с ними бежать. Этот тормоз хули остался Эти двое белым, кстати, они остались А эти вот двое, похоже, убежали И поймешь тут кто из них какой В общем Мод, конечно, но это мод Мод есть мод Одно только слово мод охарактеризовывает Всю игру и то, что в ней может быть Нестабильность, нестыковки Может случиться так, что вы где-то сделали Не по запланированному Действию разработчиков И То есть сделали не так, как планировали разработчики И все, и капец, вся игра на смарке Вы попадаете либо во Фри-то-плей, либо вообще Дальше ступор полнейший Ну пока что мы бежим с ними Сейчас добежим до точки, дальше посмотрим Вот куда те пидоры отстали Я, конечно, бегу за тобой, потому что ты у них там Типа главный, а вот куда те чмошники Отстали Давайте-ка вырубим фонарик Он палит жестко у нас Да, тени тут шалят, кстати Очень даже шалят Солнце-то вообще Где здесь? Вон там что? Ой, ё-моё, я чуть не свалился Ясно Ясно Вот мы их и посетили, да? Калашк лежит Так, что у вас там было-то вообще? Он, похоже, КПК не оставляет себя Просто берет информацию и все Так, ну КАЛАШ мы сейчас выберем Какой более-менее нас тут будет Поработоспособнее Этот у нас Ну, понятно, что мы оставим А это сейчас просто Обросим А хотя, стоп Мы продадим У Сидоровича Кажется, уже целую вечность Не спал Нормально Ходят, лутаются, блин Пидорасы Этого тоже залутали, блин Этого, кажется, я не успел Полутать Ну, да ладно Теперь наше задание Соключается в чем? Принести ПДА Бригадирова А я вот слышал Появились в аномальном лесу Какие-то странные люди Называют себя охотники Бесстрашные ребята Говорят, они в такие места ходят Что никому и не снилось А еще говорят Что разведали они дорогу Безопасную Из леса Прямиком к колхозу Сука, залутали его У него ведь дробаш такой Офигенный, кстати Я подумал, это обычный дробик А тут, смотрите-ка Смотрите, какой дробаш Тут у нас Винчестер Обрез норки Норинко Ну, норинко Пускай будет норинко По мне так винчестер Ну да, это и есть винчестер То ли из Иркутска То ли из Красноярска Только крышу им сорвало Тогда, после аварии Конкретно И что-то со здоровьем Это вот надо взять И сесть среди трупов То есть замочили пацанов И сразу сели Среди... Ой, там что-то есть И бродят они теперь по зоне И отстреливают всякую нечисть Направо и налево И не признают иногда Человечество Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа до ближайшего выльта, до ближайшей нестыковки игры, до ближайшего косяка какого-то, то есть за каким-то персонажем не уследил, кто-то сдох, за кем-то вовремя не пошел, и все, и игра всегда с марку, поэтому я понимаю, почему разработчики советовали делать сохранение не просто на F6, а вот именно каждое сохранение прописывать по-разному, чтобы можно было вернуться к последнему стабильному сохранению и проходить игру дальше. В общем, как я сказал, не забудьте ставить лайки, подписываться и оставляйте свои мнения, комментарии и все остальное. Всем пока!